К новостям в городе. Подготовка к зиме. Самый актуальный вопрос в эти дни для семьи. По данным отдела ЖКХ и жилищной инспекции, с сегодняшнему дню к отоплению готовы 90% многоэтажных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. К остальным же 10% относятся в основном дома, не имеющие формы управления, либо дома, где имеются серьезные проблемы. Подробности в виде сюжета. По КСК Куншуах в районе восточного поселка обслуживает 12 многоквартирных домов. В преддверии отопительного сезона кооператив не может решить одну из серьезных проблем – прочистить канализационные колодцы. Этой проблеме уже много лет. До 2016 года колодцы были бесхозными. Три года назад их взял на баланс отдел ЖКХ. Однако, со слов председателя местного кооператива, это не исправило положение. Вчера я вызывала горводоканал. У меня два дома, вот это самое, забитые колодцы. Сегодня я вызвала, до сих пор еще нету. Двое суток, их до сих пор я не вижу, их нету. Горводоканал вообще. И этот раз я поехала, в понедельник с Агандыков, сказали, что не было никакой телефонограммы, ничего не было, и у нас не собираются пока колодцы чистить. Я ничем не могу помочь людям, а люди, если не будет колодцы закрыты, если их не почистят, они все выли. Как мы будем зимовать, я не знаю. Потопление у нас все хорошо, котельная у нас прекрасная, котельная у нас готовая, подвалы у меня готовые, хоть сегодня мы готовы запуститься. Колодцы забиты нечистотами, но ни от водоканала, ни от коммунального отдела помощи нет, жалуется председатель. Между тем, помимо элементарных неудобств, как то неприятные запахи, засор канализационных труб и так далее, забитые и старые колодцы представляют угрозу для здоровья и даже жизни местных жителей, и особенно для детворы. Ни один колодец не закрыт, как положено, люком. Вместо этого они прикрыты, чем придется. Случаи, когда люди проваливаются в колодцы с нечистотами, здесь нередкие. Года три назад тут ребенок упал напротив гаражей, колодец провалился, фадерия была закрыта. Мой внук прибежал, а не маленький соседский мальчик, говорит, вытаскивай, я его вытащил, он весь ободранный был, грудь все было в крови, он держался вот так, его ребятишки держали. Тут мой внук тоже пробегал, овалился, провалился тоже, тоже все ноги все ободрал. Уже проблемы давно это существует. Женщина одна упала около магазина, тоже провалилась в колодец. Что касается готовности этих домов к отопительному сезону, то по словам председателя, оформление технического паспорта тормозит долг кооператива в 10 600 тенге перед водоканалом за промывку внутридомовой отопительной системы, оплатить которые, в свою очередь, председателю мешают долги населения за эксплуатационные расходы. К слову, нынешний отопительный сезон начинается и со старыми долгами населения за теплоэнергию. На сегодняшний день по городу числится 40 домов-толжников. Самый крупный долг имеют дома по улице Первомайска, 79, седьмой дом на первом микрорайоне, Уральская, 3 и 5. Вот эти и другие дома имеют большие долги перед теплокоммунэнерго. Сумма долгов превышает 1 миллион тенге по каждому дому. Всего по городу к централизованной системе теплоснабжения подключено 1108 многоквартирных домов. Из них к сегодняшнему дню, по информации коммунального отдела, к зиме готовы 942 дома или 85-90%. В семье уже объявлено о начале отопительного сезона с 1 октября, а это значит, что у кооперативов остались считанные дни, чтобы решить все свои насущные проблемы. Сауля Байгалиева, Лежан Максумов, Телеканал Семей.